Глава шестая книга пророка Неемии Но я послал к ним послов сказать, я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам. Четыре раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им тоже. Тогда прислал ко мне Санаввалад в пятый раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано, слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты и иудеи задумали отпасть, для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем по тем же слухам. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили царь иудейский. И такие речи дойдут до царя. Итак, приходи, посоветуемся вместе. Но я послал к нему сказать, ничего такого не было, о чем ты говоришь, ты выдумал это своим умом. Ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки их от дела сего, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки мои. Пришел я в дом Шамайи, сына Делаии, сыном Мегетавелова, и он заперся и сказал, — Пойдем в дом Божий, внутрь храма, и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью. Но я сказал, — Может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду. Я знал, что не Бог посылал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Товье и Санаваллат подкупили его. Для того он был подкуплен, чтоб я устрашился и сделал так и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Помяни, Боже мой, Товью и Санаваллата по этим делам их, а также пророчицу Ноадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня. Стена была совершена в двадцать пятый день месяца Елула, в пятьдесят два дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Сверх того, в те дни знатнейшие иудеи много писали писем, которые посылались к Товии, а Товии иные письма приходили к нам. Ибо многие в иудее были в клятвенном союзе с ним, потому что он был зять Шахании, сына Арахова, а сын его, Иоханан, взял за себя дочь Мешулама, сына Верихия. Даже о доброте его они говорили при мне, и мои слова переносились к нему. Товия присылал письма, чтобы устрашить меня.